По меньшей мере 6 человек погибли и почти 300 получили ранения в результате новых двух землетрясений, которые произошли в Турции в понедельник 20 февраля. На юге Турции, где в начале февраля произошло мощное землетрясение, в понедельник были снова зафиксированы подземные толщины. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8. Турецкое агентство по чрезвычайной ситуации сообщило, что первое землетрясение произошло в 20.04 по местному времени, в 17.04 по времени, в 20.04 по московскому времени и вскоре за ним последовало вторую. По последним официальным данным, в Турции погибли 6 человек и 294 человека получили травму. Министр здравоохранения Турции Фахретин Каджа сообщил в Твиттере, что 18 человек получили серьезные ранения и перевезены в больницы в городах Адана и Дёте. Из соседней Сирии тоже сообщают о погибших, но сообщения эти пока очень разноречены. Ранее организация «Белые шлемы» сообщила о более чем 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений. Свидетели сообщили агентству Рейта о новых повреждениях зданий в городе Антабия, провинции Каджа, одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения, которое произошло 6 февраля и привело к гибели более 47 тысяч человек в больнице. С тех пор турецкие власти зафиксировали более 6 тысяч афтершопов, однако журналисты BBC, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие. Групная больница в городе Искандерун на севере провинции Хатай объявила об эвакуации пациентов. Мэр провинции Хатай сообщил, что некоторые люди заблокированы под облом. Новые кадры гигантского разлома публикуют в социальных сетях. На записи запечатлена трещина в провинции Хатай. Курецкие СМИ сообщали, что ее глубина составляет порядка 30 метров, а ширина достигает 200 метров. Разрушительные разломы на поверхности сети появились также в других провинциях. Сообщается, что один из них зафиксирован в селе Ёпч-Диреков Азиатевского района. Разлом разделил населенный пункт на две части. Сейсмологи отмечают, что подобные трещины – результат сдвига аравийской плиты на 3 метра. По их словам, разлом в любой момент может стать еще шире, либо сомкнуться. Ученые уже заявили, что произошедшее в Турции землетрясение вошло в десятку наиболее крупных подземных холочков, которые были когда-либо зарегистрированы в мире. Субтитры создавал DimaTorzok